Добрый вечер, в эфире Вести Магнитогорск, в студии Полина Атеева. Коротко о главных событиях дня. Не эпидемия, но очень на то похожа. В Магнитогорске впервые за долгие годы заболеваемость ВИЧ-инфекции превысила средний уровень по области на 30%. Число зараженных ВИЧ-инфекцией больше, чем за все предыдущие 30 лет. Уравновесить не силой, но уважением и пониманием. За круглым столом в библиотеке Крашенинникова студенты говорили о противоборстве экстремизму. Какие действия квалифицируются как экстремистские и как не стать жертвой вербовщиков, об этом рассказали сегодня студентам. Дерби или встреча команд антиподов. На льду сошлись сразу два металлурга – Магнитогорский и Новокузнецкий. Антирекорд и более чем тревожные показатели. В Магнитогорске, как и по всей стране, отмечен самый высокий уровень заражения ВИЧ-инфекцией за последние 30 лет. Каждый день страшный диагноз ставят как минимум одному жителю города. В чем причина и как обезопасить себя от чумы 20 века, которая, как выяснилось, свирепствует. И сегодня выяснял Игорь Балонин. Почти 500 случаев выявления зараженных ВИЧ-инфекцией только за первые 9 месяцев текущего года. В 2015-м их было на сотню меньше, но вирус при этом унес жизни почти 200 магнитогорцев. Эпидемиологи поясняют, многие просто не догадываются, что являются носителями. К примеру, Анна узнала, что ВИЧ-инфицирована только спустя 6 лет. В больнице когда лежала, но по-женски, то есть, ну, это узнала, то есть, ну, это направились сюда. Конечно, было шок это для меня. Ну, а сейчас уже куда ебаться? Среди носителей немало тех, кому уже исполнилось 40, но кто никогда не проходил обследование, просто не знал, что ВИЧ-инфицирован и мог за это время заразить других людей. Огромный всплеск новых случаев заражения, по словам эпидемиологов, связан с высоким уровнем распространения синтетических наркотиков, которые, в отличие от того же героина, не угнетают, а наоборот, растормаживают половую функцию. Вступление в неизвеченные половые контакты с неизвестными половыми партнерами, с неизвестным ВИЧ-статусом, беспорядочные, частые смены половых партнеров. И кровный путь, это, конечно, самый быстрый путь к заражению ВИЧ-инфекцией, это инъекционное употребление наркотиков. При этом примерно в каждом 20-м случае вирус передается ребенку во время беременности от инфицированной матери. И все же ВИЧ еще не приговор, говорят врачи. Современная противовирусная терапия позволяет относить наличие этой инфекции не к смертельному, а к хроническому заболеванию и помогает человеку вести полноценную жизнь. Но чтобы побороть чуму 20-го века, лечение должно быть регулярным и систематическим. Как и при любом другом тяжелом заболевании, здесь самое главное вовремя поставить точный диагноз. Кстати, бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию можно в каждом из медицинских учреждений Магнитогорска. Обратиться по любым интересующим вопросам, касающимся этой темы, можно всегда в Магнитогорский центр профилактики СПИДа в первой городской больнице. Игорь Балунин, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Что такое экстремизм и чем он опасен? Сегодня в библиотеке Крашенинникова состоялся круглый стол, на котором представители силовых структур рассказали студентам, как не стать жертвами так называемых вербовщиков, и какие действия квалифицируются как экстремистские. Выявляется ли преступление экстремистского характера в Магнитогорске? Да, они выявляются. Это и организация экстремистской деятельности. Также выявляется у нас, очень часто, так скажем, выявляется случай замедленно ложного сообщения об акте терроризма. Также привлекается. Есть лица, которые, так скажем, принимали участие и в запрещенных организациях. Есть, привлекаются лица, которые в сети интернет распространяют, так скажем, информацию экстремистского характера. Я слышал, что такое экстремизм. Я знаю, что это плохо. Самое главное, это уголовно наказуемо. Я никогда не вступлю ни в какие группировки, потому что проблемы с законом не нужны. Участники круглого стола обсудили необходимость толерантного отношения, уважения к культуре и традициям других народов. В Челябинске обсуждали сирийский кризис, угрозы гибридной войны, цветную революцию и другие важные для международного сообщества вопросы. О том, что все страны Евразийского экономического союза поддерживают позицию России в вопросах политики и сдерживания военных угроз, журналистам заявил бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, приехавший на форум ЕАЭС. Вопросы безопасности напрямую связаны с успешностью экономической интеграции. Этот форум – хорошая площадка для анализа событий и процессов. Результаты деятельности и экспертной оценки его участники планируют передавать исполнительной власти всех заинтересованных сторон, а также Европейской экономической комиссии. Как заявил СМИ председатель Оргкомитета Сергей Вайнштейн, значимость логистических проектов для экономической интеграции стран ЕАЭС трудно не заметить. В Челябинской области, например, нужно усиливать деятельность транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в грузопотоке между Россией, Казахстаном, Китаем и Европой. Наша задача стоит сделать Челябинском не только центром машиностроения, металлургии, оборонной промышленности и внутрироссийский транспортный узел, но также сделать его важной транспортной артерией. Южный Урал удачно расположен для транзита грузов и хорошо вписывается в международный проект «Шелковый путь». Как считает Вайнштейн, неотъемлемой частью проекта может стать не только строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском, но и возможность продлить ее до Астаны и Пекина. Виталий Бахметев встретился с Сергеем Бердниковым. Депутат Государственной Думы рассказал главе города о своем графике и предстоящей работе. Так Виталий Бахметев будет вести прием граждан в Магнитогорске на протяжении одной недели, каждый месяц. Я понимаю же проблемы города, я не собираюсь на себя это нахламбучивать и потом передавать задания. Я бы хотел, чтобы, если где-то что-то у меня получается решить на уровне, потому что иногда просто по звонку позвонил, свел и все это решено, чтобы какие-то вопросы не выходить на вас, а решать непосредственно со исполнителем. Я не хочу, еще раз говорю, самостоятельно вмешиваться в хозяйственную жизнь города, это неправильно. Но если такое будет, то хотелось бы не загружать голову. Дело в том, что напрямую, к сожалению, бывает и исполнительская дисциплина хромает, и грузятся они другими вопросами, способы решения. То есть все равно это будет неудобно, поэтому все равно, я думаю, гораздо правильнее все-таки. Ничего страшного, я подгружусь. Я какой-то вопрос. Если вопрос там какой-то, это вопрос просто кому-то тут ничего не передал. Кроме того, депутат Госдумы пообещал в продвижении нескольких законодательных инициатив, которые выдвинул город. В частности, вопросы благоустройства и контроля над транспортной системой. Подробнее об этих и других темах он рассказал нашей телекомпании. Интервью с депутатом Государственной Думы Виталием Бахвинцевым смотрите в субботу в 8.10 на телеканале России, а также на сайте тройной WMGNTV.ru. Уфас будет контролировать стоимость противовирусных препаратов в период эпидемии, а прожиточный минимум южноуральского пенсионера в следующем году вырастет на 24 рубля. Коротко об этих и других событиях. Аптеки завышают цены в период эпидемии. Стало известно в ходе внеплановой проверки. Надбавки на некоторые противовирусные препараты в ноябре и декабре вырастают почти в два раза и в разы на медицинские маски. Уфас переходит на еженедельный мониторинг розничных цен в аптеках. На ММК разработана автоматизированная система расчета экономического эффекта «Калькулятор». Предполагается, что это будет единая база данных. Кроме того, система «Калькулятор» устанавливает единые принципы определения экономического эффекта от внедрения идей и рациональных предложений. Прожиточный минимум южноуральского пенсионера в следующем году вырастет на 24 рубля и составит чуть более 8,5 тысяч рублей. Соответствующее решение принято сегодня на заседании регионального парламента. Неработающие пенсионеры, у которых с 1 января сумма материального обеспечения окажется ниже прожиточного минимума, будут получать доплату к пенсии. Предупреждение особо опасных болезней на территории Магнитогорска на особом контроле. В этом году привито от бешенства 500 голов крупного рогатого скота, более 10 тысяч собак и кошек. В ближайшее время начнется иммунизация диких животных. Прикорм с вакциной разбросают возле насосных станций, оптовых баз. Лучшие студенты техникумов и колледжей Челябинской области будут получать стипендию правительства Российской Федерации. На эти цели в Челябинскую область поступит из федерального бюджета более 2 миллионов рублей. Стипендию получат около 200 студентов, чьи специальности признаны приоритетными для модернизации страны. Девятилетнему мальчику из Магнитогорска требуется более 5 миллионов рублей на операцию. У ребенка микроте ушной раковины. Восстановить слух и ухо пообещали в одной из клиник США и выставили счет. 78 тысяч долларов. Для семьи эта сумма неподъемная. Как помочь мальчику в нашем сюжете? Собирать лего-конструктор Тимур признается может часами. Сейчас строит город, в котором обязательно будет полицейский участок. Ведь именно там он планирует в будущем работать. Полицейским защитникам мирных горожан. Но пока у защитника мирных горожан другие заботы. Перед школой надо поправить прическу. Мальчик родился без правышной раковины. У него отрезе слухового прохода. Кондуктивная тугоухость третьей степени. Есть внутри все слуховые косточки. То есть ему можно вернуть слух. Только нужно для этого сделать операцию. Открыть слуховой проход. Ну и сделать нашу ушную раковину. А сиськи клиники нам могут предложить только на данный момент искусственное ухо. Это резиновое ухо. Которое только прицепляется. Прикрепляемый протез. Экзопротез называется это. Также они открывают слуховой проход только косметически. Никакого слухолучения из-за этого не произойдет. Между тем, по словам мамы, ребенку очень сложно дается учеба в школе. Многое приходится повторять и проходить заново дома. Ему очень трудно усваивать школьный материал одним ухом. Ему труднее, чем другим детям. Поэтому все диктанты, все математические диктанты, которые слушают ребенка на слух, ему это труднее дается. То есть он получает плохие отметки, он недоволен собой. Ситуация в учебе изменится в лучшую сторону, если ребенок будет нормально слышать, уверена мама. Реконструкция слухового прохода возможна. Подобные операции проводят в одной из клиник США. Стоимость более 5 миллионов рублей. Мы обращались во многие фонды. Во многие федеральные фонды. Нам все фонды отказывают. Из-за большой стоимости операции. И то, что ребенок может жить с этой патологией. Пока родителям Тимура удалось собрать 200 тысяч рублей. На Сыровом важна любая поддержка. Все банковские реквизиты можно найти ВКонтакте, в группе «Помогите Тимуру». А также позвонив маме Тимура по телефону 8951-786-9074 или в нашу редакцию. Юлия Черешнева, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Когда-то о встрече этих команд гордо обиновались в металлургическое дерби. Сегодня, честно скажем, накал противостояния у клубов «Тезок» не такой высокий, уж слишком разный уровень. Магнитка в лидерах «Востока», «Новокузнецк» внизу турнирной таблицы. Первый гол, который Магнитка забила уже на 27-й секунде матча, казалось, был началом разгрома. Какой проход разрешили защитники «Новокузнецка» сделать Даниса Зарипова, да еще и пас выдать на загляденье. Виктор Антипин не мог проехать мимо. И вот этот первый гол, он очень опасен, когда быстро его забиваешь. И он сразу дает такое видимое преимущество, но это только видимое. Во втором периоде еще и в нападении результативно поработали. Сравняли счеты никто иной, как Евгений Соловьев. Магнитогорский воспитанник исправно забивает родной команде в каждом матче. «Тяжелая игра во всех смыслах. Там мы у них играли, проиграли. Также и здесь они не давали нам оторваться. В атаке неплохо играли, так и в защите. Вратарь у них хорошо сегодня играл». Защитывать или нет, очередной рекордный гол Сергея Мазякина судьи решили не сразу. После множества бросков вратарь лежал на льду, когда в его воротах хозяйничали магнитогорцы. Но рефери показал на центр площадки. А шайба Яна Ковржа за две секунды до конца второго периода достала уже вишенка на этом хоккейном торте. «Есть законы хоккея, которых никто не отменял. Начало игры и концовка, да? Где тренер, у которых есть лавка, наверное, убирает игроков, которые ошибаются». Иван Емиц на последних минутах матча, казалось, вернул ему интригу. Сократил отставание до одной шайбы. Гости брали тайм-аут, заменяли вратаря полевым. Но Магнитогорск взял у Новокузнецка своеобразный реванш с гостевой поражением месяц назад. 3-2. Мария Дронина, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. Это были все события на сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Доброго вечера. До свидания. 28 октября. Синоптики обещают в Фершампенуазе ночью минус 4, минус 6, днем от 1 до 3 градусов мороза. В Кизильске в ночные часы минус 2, минус 4, днем от 0 до 2 градусов мороза. В Верхнеральске ночью минус 4, минус 6, днем минус 1, минус 3 градуса. В Магнитогорске пасмурная погода, временами снег. Ночью минус 2, минус 4 градуса, днем от 1 до 3 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова